Здравствуйте, сегодня 15 февраля и на высшем заводе Урал-Сельмаш произошло обрушение фермы. По предварительным данным, два человека находятся под завалом. Вот там вот посередине упала ферма металлическая, там завал. Здравствуйте, Оля Сергеевна, что по предварительным данным произошло? Значит, мы сейчас находимся на месте происшествия. Это старая, недействующая котельная здесь находится. Два молодых человека решили здесь непосредственно, ну, занимались в Ростовку, как просто говоря. Начали срезать железобетонные фермы и сами себя же вот здесь и, так скажем, убили в настоящий момент. То есть они вот здесь подрезали их, и, видимо, вместе с плитами они просто-напросто упали. Мы надеемся, что они живые. Мы надеемся, что их сейчас достанут. Сейчас приехало достаточное количество народу, МЧС, очень быстро приехали из Екатеринбурга. Значит, расчищаем сейчас площадку для того, чтобы тяжелая техника. Там подойти невозможно, их просто. Тяжелая техника сейчас подойдет, подойдет кран, специализированная техника, и начнут плиты поднимать. Уже работают кинологи, уже только что прозванивали им на телефоны, но, видимо, на беззвучном режиме стоит. Один телефон недоступен, второй просто-напросто звонок идет, но его не слышно. Минуты тишины мы тоже сейчас вам устраивали. Пока не можем никак найти. Надеемся, все-таки, на то, что они живы. Значит, у меня большая просьба. Мы многократно обращались. Все, что находится на территории бывшего завода, это чья-то собственность. Либо собственность тех частных организаций, в которых находится, либо муниципальная собственность. Если мы приходим сюда брать что-то, мы просто занимаемся воровством. И очень страшно, если это воровство заканчивается таким образом. Мы еще раз обращаемся. Большая просьба. Это очень опасный заработок со всех сторон. Либо ворове, либо ворозом своей жизни. Вот мы видим, работает уже техника, подъехала. Сейчас начнутся работы по разбору завала. Сейчас начнутся работы по взtte位. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Произошло обрушение строительных конструкций. На площади 450 квадратных метров. То есть есть пострадавшие два человека в возрасте, молодые люди в возрасте от 20 до 22 лет. Мать, отец на месте. С ними работают психологи. Организована оперативная группа. То есть состав где-то примерно 30 человек. Спецтехника работает. Пока один получается пострадавший, ну уже мертвый уже получается. С той стороны здания находится. Его видно, как бы мы попытались к нему подобраться. То есть капюшон сняли, там уже в принципе нечего. Его уже раздавило балками. То есть второго пострадавшего, вот сейчас самая основная цель найти второго пострадавшего. Он где-то примерно в центре, в эпицентре самого. То есть по возможности сегодня его отыщем. Сейчас прибудет начальник главного управления, генерал-майор Киряев. Организован пункт обогрева питания личного состава. По-второму он живой-неживой-неживой-неживой. Нет, он все уже тоже мертвый. То есть собаке, собаку попытались, она прошла. Не это, то есть не почувствовала. То есть просто в кустыр прошла и... На телефонный звонок, то есть там гудок идет, грубо говоря. Ну, не слышно. Да, все. Продолжение следует...